Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! 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 нас делает людьми верой. Ему нужны такие люди в последнее время. И вообще, если мы говорим о втором пришествии Господа, и многие сегодня говорят, почему? Мы знаем о втором пришествии Господа намного больше, чем о другом событии в будущем, которое предсказано в Писании. И для этого должна быть причина. Сегодня много об этом говорится. Сегодня люди заинтересованы этой темой. С другой стороны, почему не говорят о нем больше? Потому что об этом необходимо говорить больше. И возникает множество вопросов, на которые люди не могут получить ответы. Нам хотелось бы узнать, но мы не можем и на некоторых вещах. И должно быть одно объяснение, которое включило бы и наше знание об этом, и наше неведение об этом. Какая-то причина, ради которой мы должны знать все, что необходимо знать ни много ни мало о Его пришествии. Это важно. И эта причина, я практическая причина. Вы знаете, я размышлял последние недели, и меня Господь, я уже говорил в прошлый раз, в четверг об этом говорил, поворачивает к практической теологии. Потому что сегодня такое время, когда нам не нужна теология философская, нам нужна практика жизни, нам нужно знать, как проходить эти времена, нам нужно понимать, как Бог работает с нами, и чтобы приготовить нас к этому времени, к Его пришествии. Нам необходимо знать, как Бог будет использовать нас в эти последние дни. И это практические вещи. И поэтому практическая причина, почему мы должны говорить о втором пришествии, мы должны быть готовы к возвращении Иисуса Христа. Скажите, готовы? Я в четверг начну эту серию о том, каким образом мы должны, что Писание говорит о нашей готовности к Его пришествию, что должны мы делать, или что мы должны позволить Господу сделать в наших жизнях. Потому что откровение о будущем, сама книга откровений и слово о будущем, обетование о будущем, они дано нам для того, чтобы повлиять на наше настоящее. не для того, чтобы наше любопытство умственное удовлетворить, но для того, чтобы нас привести к духовному, моральному соответствии перед тем, как Он придет. Не ради информации, а для побуждения жить такой жизнью и делать что-то для Бога в эти последние дни перед Его пришествием. Писание говорит, что мы живем надеждой. Надежда – это как якорь, которая не дает нам в этом бушующем море оторваться, как кораблю, который бы носился по волнам. Мы живем надеждой. А надежда, она смотрит в будущее. Надежда – это оптимистический взгляд в будущее. И надежда, она вселяет будущее в нашу жизнь. А будущее влияет на настоящее. То, что мы верим, произойдет в будущем, влияет на то, как мы поступаем сейчас. И это очень важно. Это абсолютно верно для каждого, должно быть верно для каждого верующего человека, для каждого христианина. Вы знаете, на грешников больше влияет их прошлое. С учетом их склада ума, их там состояния, физического, морального состояния. Но на верующих, на святых Божьих большее влияние оказывает их будущее. Потому что мы – это люди завтрашнего дня. Этот мир – дети этого нового века, который открылся для них. Но верующие – это те, которые ожидают. Христиане – настоящие истины, те, которые стремятся, которые живут ради этого грядущего. И если вы посмотрите, все апостолы об этом говорили. Апостол Петр говорит, каким должно вам жить, быть в этой жизни и благочестии, ожидающим явления. И в этом третьей главе он трижды говорит об ожидающих. В посланнике времени Господь придет к ожидающим его и так далее. То есть это очень серьезный вопрос. Потому что есть тенденция такая, когда люди могут говорить о скором пришествии Господа, но живут, как будто он еще не придет тысячу лет. Но его пришествия уже, его шаги уже слышны. Учитывая то, что происходит, то, что сказано в Писании, исполнение Слова Божия, его пришествия уже настолько близко, что мы не можем себе представить. Господь дал обещание послать своего сына на землю, чтобы завершить вот это искупление. Но эти обетования, они всегда сопровождались указаниями по отношению к нам, что мы должны делать. И одним из указаний его должны, люди должны быть готовы к возвращению их искупителя. Об этом мы будем начнем говорить по четвергам, когда Иисус говорил в Евангелии от Матфея, в 24 главе, о признаках пришествия Его. И потом Он перешел от этого, именно вот этой теме готовности. И Он рассказал о трех притчах. Вы знаете, о десяти девах, о управителе и так далее. И там везде одна и та же мысль. После каждого Он говорит, итак, будьте готовы. Должны быть готовы. Что это значит? В чем состоит эта готовность? Мы об этом будем говорить. Можем ли мы себя приготовить, сделать себя праведнее, лучше, сами своими усилиями? Безусловно, нет. В чем состоит эта готовность? Нам нужно позволить Господу сделать нечто с нашими сердцами, с нашими умами в это последнее время, чтобы мы на самом деле были готовы к этому. И поэтому единственная возможность нам подготовиться к будущему. Это настоящее. Медлить, это значит подвергнется риску. Мы знаем эту притчу, там было десять этих... Десять дев и пятеро оказались неготовыми. Неготовыми. Я сегодня хочу... Это будет как бы вступление предварительное. Прочитать два местописания из Ветхого Завета. Первое это порок Амалахия. Третья глава. Четырнадцатого стиха. Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Савауфа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивать себя делающее беззаконие. И хотя искушают Бога, они остаются целы. Но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Савауф, собственностью моей в тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милует человек Сына Своего, служащего Ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Богу. Писание очень ясно говорит, что Бог покажет разницу между последними, между праведным и неправедным, между тем, кто служит Богу и тем, кто не служит Богу. И сразу второе место Писания я хочу прочитать Михея, книга пророка Михея, шестая глава. Чем мне предстать перед Господом? Преклониться перед Богом Небесным? Предстать ли перед Ним со всевсержениями, с тельцами, однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам Ему первенство моего за преступление моё и плод чрева моего за грех души моей? О, человек, что сказано тебе? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудро находить перед Богом. Писание говорит здесь, чем мы можем угодить Господу? Монахия говорит, что Бог покажет разницу между служащим Богу и неслужащим Богу. В чем заключается мое служение? Чем я угождаю? Здесь Писание говорит, что я не могу угодить Богу просто количеством моего служения или моих жертв. И Писание говорит, что Бога интересует и количество, и качество. Бога интересует не только то, что мы делаем ради Него, но и наше состояние, наше сердце. И Он говорит, посмотрите, что требует от тебя Господь действовать справедливо. Действовать справедливо говорится о моральной стороне, о моральной стороне нашего поведения и отношения, в том числе и в нашем служении. Вы знаете, мы можем желать служить Богу ради своего эгоизма и своего эго. Кто понимает меня, о чем я говорю? Чтобы удовлетворить свое я. Бог говорит, меня это не удовлетворяет. Дальше Он говорит, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим. Очень большая тема, чтобы ее сегодня раскрыть полностью. Но вот эти вот три вещи, они взаимосвязаны и взаимозависимые. Действовать справедливо, любить дела милосердия и быть смиренным, ходить в смирении перед Богом. Я вот сегодня хочу поговорить об этом. Я верю, что сегодня Господь хочет сделать свою церковь единой, чтобы мы на самом деле открылись для Него, чтобы Он сделал нас людьми смиренными, чтобы мы любили милость, делали милость, были милосердными, действовали справедливо и служили Господу таким образом. Милосердие, дела милосердия, смиренное хождение перед Богом и действия справедливые, они взаимосвязаны между собой. Бог смотрит не на только то, что мы делаем, дела милосердия, но на наше сердце, другими словами. И с одной стороны, когда люди говорят о том, что нам нужно служить Богу, Бог говорит, это все хорошо, но можете ли вы этим не угодить, если ваше сердце неправильное, если у вас нет смирения, если вы не можете действовать справедливо, если в служении, внутри служения или между служениями между вас есть какие-то соревнования или внутри есть какое-то желание подтолкнуться, подняться вверх, это не есть служение, которое угодно Господу. Поэтому мы должны позволить Господу изменить нас. Вот что требует Господь. Вы знаете, есть в некоторой, я не помню, какая динаминация, у них символ такой динаминации крест и полотенце. Видели, да? По-моему, это Метеодорийская церковь или какая церковь. Вы знаете, крест – знак покорности, а полотенце – это знак смирения, знак служения. Когда-то Иисус мыл ноги ученикам и вытер их полотенцем. Луки 9 глава. Я хотел бы поговорить именно вот сегодня больше о смиренно-мудрой и в служении. Луки 9 глава. Мне нравится, как здесь написано. До этого Иисус совершил чудеса. Иисус совершил чудеса. И написано «И все удивлялись величию Божью». Представляете, чудо произошло. Величие Божье. Господь освободил человека от нечистого духа. Написано 46 стих. «Пришла же и мысль, кто будет из них, кто бы из них был больше». Вот посреди всего этого Божьего присутствия чудо. Представляете, все радуются, ликуют величие Божье. И вдруг возникает мысль «Кто из нас больше?» Как вы думаете, присуще ли это людям нам с вами? Вы знаете, всегда, когда возникает вопрос «Кто больше?» всегда возникает и вопрос о том, кто меньше. Вы знаете, большинство из нас понимают прекрасно, что многие из нас не станут великими. Просто мы себе не допускаем быть меньшими. те, кто допускают, слава Богу. Я говорю о человеческой природе, я говорю вообще о принципе. Иоанна 13 глава, когда Иисус мыл ноги ученикам в 14 стихе. Он сказал, «Если я, учитель, Господь, умыл ноги вам, то вы должны умывать ноги друг другу». Вы знаете, опять же, я обобщаю, когда я говорю «мы». В каком-то смысле мы больше предпочли бы служение, слушать слова Христа о том, чтобы оставить дом, отца, мать, землю ради Евангелия, чем слово об обвинении ног. Правда ведь в человеческой природе больше суще там какие-то подвиги совершать, чем смиряться. В Написании говорит, «Вот что требует от тебя Господь, человек». Вопрос не в том, сколько ты жертв приносишь, можешь ли ты этим Богу угодить, но если ты приносишь это не с правильным сердцем, то это не угодно Богу. Пророк Исаия говорит, Бог через пророка говорит, «Вот вы приносите жертвы». И говорит, «Мерзость перед вами вашей жертвы, потому что устами вы приближаетесь ко мне, а ваше сердце далеко от меня». И когда мы делаем подвиги ради Бога, то это дает какое-то такое чувство, но служение это нечто другое. Тем более служение незаметное служение. Я сегодня говорю об этом, я хочу побудить вас, потому что меня Господь побуждает говорить об этом в последнее время. Бог покажет разницу последней между служащими и неслужащими. Служить это не просто что-то делать, служить это значит позволить Богу изменить сердце, сделать и служить смирении, потому что это угодно Богу. вы знаете, в мире люди долгое время не могут быть вместе, пока не установится иерархия. Кто первый, кто второй, кто посередине, кто как сидит, кто уступает дорогу, кто первый должен замолчать, кто отступает назад, если нужно сделать что-то. вы знаете, Иисус вовсе не отказывается от идеи власти и руководства, но Он дал совершенно новое определение лидерства, Он перестроил всю эту систему власти, Он говорит, в мире ваши князья господствуют над вами, и чем больше власть человек имеет, тем больше количество ему служат, я своими словами говорю, но у вас да не будет так, Он с ног на голову переставил, или наоборот, Он говорит, у вас наоборот, в духовном мире наоборот, хочешь быть большим, будь меньшим, хочешь быть первым, будь рабом, и дальше Он говорит, приводя себя пример, ибо Сын человеческий пришел не для того, чтобы себе послужить, а чтобы послужить многим, всем, это принцип, сегодня не может быть человек в последнее время равнодушным, сегодня нейтральных быть не может, сегодня все должны быть в служении, сегодня все должны быть служить, но мы сегодня должны служить с правильным сердцем, смирением, и те, кто меня слушает, и бет шаломи, те, которые еще не служат Богу, но может быть, я сегодня, и мы будем говорить об этом более подробно, что это значит, служить, и как служить, но мы сегодня должны открыться в эту сторону, Мы должны открыться для Господа, для того, чтобы Господь совершил что-то в нас, чтобы наше служение, верное служение, многие люди делают уже 20 лет, может, десятки лет, чтобы мы обратили внимание на наше сердце, как мы служим. Как это важно. Мне так нам понравилась сегодня группа «Простого дня». Такая свобода, такие простые взаимоотношения без всяких, кто первый, кто второй, кто последний, кто запевает, кто лучше поет. Так должно быть. Скажите, аминь, если понимаете, о чем я говорю. Так должно быть. Поэтому, когда мы говорим о служении и власти в служении, кто должен быть первый, Иисус как раз показал, хочешь быть первым, будь никем, будь ничем, будь последним. Духовная власть, о которой учит Иисус, она находится не в положении, не в положении титула, а в полотенце, который Господь нам вручает, чтобы мыть ноги другим. Если тебе Бог поставил пастором, значит, ты должен мыть ноги всей пастве. Если Бог тебе поставил быть руководителем группы прославления, значит, ты должен ноги мыть каждому члену группы прославления. Понимаете, о чем я говорю? Очень много мирских идей вошли в церковь. И вот эта иерархия неправильная. Но Господь все поставил на свои места. Поэтому существует такое понятие благодать, благодать смирения. И эта благодать смирения, она более всего, я верю в жизни каждого христианина, она выражается в служении. Когда мы способны послужить людям. Когда я смотрю на человека, который, который, это в нашей церкви было, человек, который занимал очень высокую должность, командовал там сотнями людей, тысячами людей. Но когда там произошел конфуз какой-то в туалете с человеком-инвалидом, и этот человек моет этого человека. Это говорит о чем-то. Понимаете, о чем я говорю? Может быть, я не хотел прямым текстом говорить, что происходило. Но это человек, который способен служить. И вот это есть благодать смирения, которая выражается через служение, через смиренное служение. Через смиренное служение. Смирение – это не то, что ты можешь найти, когда ты его ищешь. Чем мы больше гоняемся за смирением, тем дальше она от нас убегает. И если мы считаем, что у нас есть смирение, то это верный признак того, что у нас его совершенно нет. А что же делать для того, чтобы иметь это смирение? И служение, истинное служение – это то, что наиболее способствует смирению. Настоящее смирение. Михей говорит, Бог говорит через Михея, вот послушай, что требует от тебя Господь. Действовать справедливо. Делать дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом. Если мы сознательно выбираем такое направление жизни, при котором акцент будет делаться на пользу других, это первое, и на незаметном труде. Знаете, есть масса людей, которые служат, и многие даже не знают, что они служат вот уже от самого начала церкви у нас есть люди, которые тихонечко служат, где они абсолютно не видны, незаметны, но они верны Господу в этих вещах, незаметных вещах. Вы знаете, что когда мы это делаем, то глубокие вот эти изменения происходят в нашем сердце и в нашем духе. Потому что наша плоть, она, ну, если можно так сказать, она скулит против служения. Она скулит против служения, она не хочет, потому что это посвящение, но против служения незаметного она вопит. Хочется быть впереди, хочется быть первым. Это естественное требование плоти. Вот почему апостол Павел, если смотря на его жизнь и на его послания, последние его послания, особенно все, они начинаются словами «Раб Иисуса Христа». Вначале, пока он был фарисей, вы знаете, кто такие фарисеи в то время? Это на самом деле были набожные люди. У нас сегодня слово «фарисей», оно имя отрицательное, оно на самом деле такое, но на самом деле они искренне верили, что они особенные, они особенно старались угодить Богу. Они там давали десятину даже там смака, смяты, я не знаю, каждую отсчитывали очень там, очень четко, конкретно, пытались угодить Богу. И Павел говорит о себе, я был неумеренным ревнителем вот этих всех преданий. Но что отличало фарисея? Они смотрели на всех свысока. Господь, я благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь и грешник. И вот этот фарисей, бывший фарисей, апостол Павел, будущий, он пропитался вот этими идеями, вся его плоть, вся его натура, она была наполнена, я фарисей. На самом деле даже слово «фарисеи» означает «отделенные», они отделили себя от всего общества, они ставили выше себя. И вот когда Господь коснулся его, и начался вот этот процесс изменения, нам нужно позволить Богу изменить себя. И мы видим в процессе его посланий, даже написание его посланий, видим его изменения внутренних. Одно из первых посланий было, это послание Коринфянам. По хронологии, одно из первых посланий Коринфянам. Бог его начал использовать очень могущественно. Чудеса, знамения. Коринфянская церковь, она была из людей, из глубокого дна этого мира языческого. Город Коринф был разрешенным городом. И он день и ночь там, несколько лея трудился. И он пишет в английском переводе, говорит, «Вы когда-то не были, вы некогда были глудники, грешники, в английском написано извращенцы, гомосексуалисты, но ныне осветились, изменились, осветились, оправдались и так далее. И когда он оттуда ушел, возвращается обратно, а там уже группировки появились. И некоторые говорят, кто такой апостол Павел для нас? И он там пишет еще, вот это я, и вот это еще. Оно поднимается внутрь него. И он пишет, не апостол ли я, не достоин ли я? Помните, да, такое местописание? Я же, я же что-то, я же, я же с вами день и ночь трудился. Прошло несколько лет, он пишет второе послание Коринфянам. За это время с ним что-то произошло, Господь изменил его сердце. И он пишет вот этим Коринфянам, бывшим, бывшим для фарисея вообще, которым неприкасаемым. Фарисей, когда видел язычника, он переходил на другую сторону улицы, чтобы не оскверниться. И он пишет вот этим, бывшим язычникам, таким грешникам, он говорит, а мы рабы, ваши братья. Я ваш раб, братья. А в конце жизни послание к Тимофею, это его последнее послание, перед самой его смертью он говорит, я течение совершил, веру сохранил, теперь готовится мне венец жизни. И он говорит, Господь мне дал такую благодать, служить язычникам. И он говорит, служить грешникам, из которых я первый. В английском написано chief. Самый главный грешник. Я как изверг был. Что с тобой, Павел, случилось? Он не только служил, но он позволил Богу изменить его сердце, чтобы стать никем. Никем. Сегодня последние годы, последние, может быть, десятилетия, было множество учений, которые, я думаю, они пришли из греческой философии. Сегодня церкви нужно дегрецизация по-русски, наверное. Вот эти греческие философии убрать из церкви. Сегодня столько учений о том, как быть, как быть, как быть успешным, как быть богатым, как быть наверху, как быть впереди. А Иисус говорит, там, хочешь быть вверху, будь внизу. Это греческая философия, это не учение Иисуса Христа. Нужно возвратиться древнему Евангелию. Халлелуя! Если мы хотим приготовить себя к пришествию Иисуса Христа. В первом послании Иоанна 2 глава 16 стих говорит об этом мире. И наша плоть, она тяготеет к этому миру, она жаждет чести, славы, она жаждет призвания. И вот здесь он говорит, что не любите в мире ни того, что в мире. Кто любит мир, там нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоть, похоть очей, гордость житейская, не есть от Бога, но от мира сего. И я хочу в этом, в этом контексте того, что я говорю, преломить вот эти местописания, похоть плоти. Это не только сексуальные грехи, это неспособность контролировать наши человеческие страсти, которые тяготеют к славе и к почести. Похоть очей. Наша вот такая склонность очаровываться внешним и показным. Как много напыщенного показного в церкви, как много сияющих, блестящих там этих самых, я не знаю, света, цвета музыки, как все красиво устроено. Но апостол Павел говорит в послании Коринфянам, я боюсь, чтобы как звень не пресил Еву, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Бога не впечатляет наша пышность и напыщенность. Ему нужно смиренное сердце. Вот на кого я благоволю, на смиренного и сокрушенного Духом, говорит Господь. В простоте отношений. И дальше, Он говорит, гордо житейское, наш эгоизм с претензиями выглядит лучше, чем мы есть. Поэтому плоти, это смертельный враг смирения. И плоти нужно научиться, нужно выучить этот болезненный урок. У нее нету собственных прав. Плоть должна быть распита, крест. Апостол Павел говорит, я каждый день распинаю плоть свою с похотями ее и с растями. Для меня всегда болезненно, когда внутри служений возникают какие-то конфликты, какие-то раздоры, какой-то там попытка поставить себя выше. Друзья, мы не понимаем тогда, мы просто не понимаем. Мы не понимаем, что такое христианство. Настоящее. И Господь хочет возвратить, я верю, последнюю церковь к настоящему Евангелию и к настоящему христианству. Поэтому плоть не имеет собственных прав, она должна быть распита. И вот поэтому труд вот такого незаметного смиренного служения как раз этому способствует. Поэтому, если мы хотим угодить Богу в смирении и служении другим, то нам нужно научиться снисходить к слабостям и неутвержденности наших братьев, снисходить вы сильные должны сносить немощи бессильных. Покрывать их, любить, ободрять, облегчать их нужды, радоваться чужим благословениям. Ааа, сколько зависти у людей. Это говорит о неправильном сердце. Можем ли мы искренне радоваться благословениям других людей? Задумайтесь. Вы знаете, зависть – это нарушение одной из заповедей. Это очень серьезно. Это говорит о том, что если люди заведуют, это говорит о том, что сердце неправильное. Нам нужно сострадать, нам нужно научиться переживать. Иисус был полный сострадания. Он оставил нам пример. Он измученный, весь израненный, несет этот крест, падает, его избивают. Ему дали эти удары, у него вся спина кровавленная, кости видны, потому что все это вырывалось с мясом, я извиняюсь. Боль нестерпимая. И женщины идут сзади и плачут, а он поворачивается. и говорит, не плачьте во мне, плачьте о себе и детях наших. Кто в такой ситуации обращает внимание на то, что происходит вокруг, полное сострадание? Сегодня христианство лишилось этого, и к этому Господь хочет возвратить. Я в общем говорю, я никого не обречаю, просто когда говорю христианство, я говорю о нас, я говорю о себе. Я говорю, он висит уже на кресте. страшный огонь и в муках умирая, когда уже застилает туман, глаза и боль невыносимая, а он смотрит, там мать его стоит, и он говорит, и она говорит, позаботься о ней. Писание полно таких указаний, которые говорят о том, какими мы должны быть в отношении другим людям. Прощать слабу, быть слугою слуг. И в этом есть благодать, есть благодать смирения. первая Иисус сказал, что нас будут гнать и будем ненавидимы. В этой борьбе, вот эта противоположная сторона, в течение этих восьми лет они делали все, чтобы бороться с христианством. И сегодня, если выборы произойдут в другую сторону, вы увидите реально, что будет происходить, но у нас нет выбора другого, мы должны оставаться в любых обстоятельствах верным Господу Иисусу Христу и верно Ему служить до конца. И он говорит, нам судил быть последним посланником, как бы приговоренным к смерти. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе, мы немощны, вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду и наготу и побои, и скитаемся и трудимся, работая своими руками. Засловят нас мы благословляем, гонят нас мы терпим, хулят нас мы молим, мы как ссор для мира, как прах всеми попираем до ныне. Очень непопулярно. проповедовать на эту тему. Писание говорит, что мы должны смиренно служить. Но у нас появляется такой страх, люди сядут мне на голову. И вот здесь самое, наверное, важное, мы должны видеть разницу. Когда мы говорим о том, что Бог покажет разницу между служащим и неслужащим, мы должны видеть разницу, избираем ли мы просто служить Богу или хотим стать слугою. Я повторяю, просто служить или стать слугою, это разные вещи. Просто что-то делать для Бога это одно, но стать слугою это внутри сердца. Вот почему Господь говорит через Михея, вы думаете просто тем, что вы жертвы мне приносите, вы мне этим угождаете? Нет. К этому нужно еще добавить, поступать справедливо, делать дела милосердия и смиренно-мудренно ходить передо мной, делать это в смирении, с правильным сердцем. Поэтому просто дело, дела служения это одно, но быть слугою это нечто другое. И если мы избираем быть слугой, мы отказываемся от права решать. И вообще-то в этом есть большая свобода. добровольное рабство. Помните в Ветхом Завете, слуга, которому прокалывали ухо? О, ну я боюсь, если я так буду поступать, то мне сядут на голову. Я думаю, что нам это не повредит, если мы добровольно выбрали это. И Павел говорит, я раб ваш, мы рабы ваши. Я раб Иисуса Христа, и он говорит, мы рабы ваши, пишет язычникам, которых он раньше презирал. Поэтому мы выходцы большинства из Советского Союза нас там унижали. Не знаю, кого как, но нас как верующих унижали. В 90-х годах только вырвались из этого червячного богословия, если можно сказать, что мы червяки, не что. Начало учение, мы цари, Господи, и так далее. И это правильно. И оно в каком-то смысле противоречит одно другому. Но в этом как раз и проявляется наше царствование и владычество. Власть заключается в смирении. И это парадокс. Это природа самого Иисуса. Лев и Агнец. Власть и смирение, власть и покорность, власть и безропотность. В этом парадокс христианства. Поэтому Иисус говорит, хочешь больше власти, будь меньше. Только тогда власть проявляется в нашей жизни. Власть, когда мы молимся, власть в исцелении, власть изгнания и безов, власть Божья, власть Святого Духа, когда мы смиряемся. Если мы хотим быть выше, нам нужно идти ниже. В этом принцип духовный. Поэтому служение, исходя из этого, это не список того, что мы должны делать. Это не просто какие-то этические нормы, это жизнь. Это образ жизни. Делать какие-то отдельные поступки в служении, это одно, а жить служением, это другое. Поступать как слуга это одно, быть слугой, это другое. Это иметь сердце соответствующее. Поэтому по большому счету наше служение должно быть сокрытое, оно должно быть перед Господом, не перед людьми. Вы знаете, как это ценится Богом? День апостола 9 глава, откройте, это интересное место, там написано об одной девушке, которая умерла. И там написано ее имя Тавифа, что значит Серна, 36 стих. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. И случилось те дни, что она занимала и умерла. Ее омыли, положили в горницу. И как Лидда была близ, Иопи, Лидда это город, то ученики услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встал, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки, платья, какие делали, делала серна, живя с ними. И мы там дальше читаем, как она воскресла. Здесь отношение людей незаметное служение. Она не проповедовала, она не творила чудеса, но она делала в смирении свое служение, делала своими руками многие вещи. Есть вещи, которые незаметны. И Божья сила воскресения высвободилась в это незаметное служение. Есть служение малым. Вы знаете, есть великие добродетели, есть маленькие добродетели, это как соль и сахар. Сахар вкуснее, но он не часто требуется. Соль же везде и всегда. Великие добродетели, они требуются редко, а служение малым это наша повседневная жизнь. И именно то, что ценит Господь, это и есть быть слугою. Каждый день, каждую секунду. Есть много служений, которых мы даже не представляем. Что служение это не просто что-то делать, но конкретное там в церкви, а служение это отношение к другим людям. И служение сохраняет репутацию других. Титул, послание к читу, третья глава. Сейчас через пять минут закончим. Никого не злословить, быть несварливым, но тихим и оказывать всякую крутость ко всем человекам. Давно мы слышали проповедные эти темы в христианстве. В этом есть наше служение. Это тяжелое служение. Служение, принимать служение других, позволять другим служить нам, это тоже акт покорности и служения. Вы знаете, вот подходят люди и говорят, я хочу тебя благословить. Мне Господь сказал благословить тебя чем-то. Многие люди отказываются. Почему? Объясните. Это может быть какой-то степени гордыня человеческая. Нам нужно позволять другим служить себе, не считать себя большим. Я вспоминаю, я был в городе Калифорнии и молился за людей, меня просил пастор, чтобы молился за людей, за исцеление. Вспоминай, там был один пожилой человек, который был очень известный служитель, но он уже как бы на пенсии был. И вот там церковь такая, кафедра, я молился там впереди за людей, это было много лет назад. И там такой был большой-большой куст. искусственный такой какой-то типа растения, куст. И он там стоит, и потом я молился, молился, когда я подошел ближе, он меня за рукав тянет, говорит, подойди сюда. Я подошел, он стоит за кустом, говорит, помолись за меня, положи на меня руку. Я потом удивился, не понял, почему ты не стоишь а потом оказывается, что он такой большой человек был, что ему как-то перед людьми унижаться, что какой-то мальчишка, мне тогда было 300 лет, молится за этого человека. Понимаете, о чем я говорю? А кто мы такие? Почему я не могу позволить Руслану сказать или кому-то другому любому брату послужить мне? Почему нет? Что я такой великий что ли? Если что-то у нас есть, то это не наше, это то, что нам дал Господь, нашей заслуги в этом нету. Аминь? Вот эти мелкие вещи, на самом деле, на самом деле, они глубоко внутри нас. Есть служение вежливости вежливости, это тоже служение признать, выразить признание ценности другому человеку. Это настолько далеко нашей постсоветской культуре, но нам нужно учиться это делать. Служение гостеприимства, есть такое служение слушания, слушать другим. Нам не нужно научиться иметь правильные ответы, чтобы научиться слушать. Вы знаете, я научился вот этому, правда. Иногда люди приходят в офис и говорят, у меня столько пастор прорывается, хорошо, я слушаю. Всегда есть такая возможность, ну, хочется, раньше было такое, прервать, сказать, уже есть ответ, уже есть ответ. Я помню, это был хороший урок, если она говорит, 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 у меня уже раз ответ уже есть, вот сейчас бы я ей сказал, я молчу. И потом, когда закончила она говорить, может быть, ну, двадцать рассказывала, говорю, окей, так что теперь молиться? уже все, уже ничего не надо. Это тоже служение, научиться слушать, а не быть настолько умным, чтобы давать правильные ответы на все. иногда именно вот эти правильные ответы, они являются препятствием к тому, чтобы слушать, потому что люди нуждаются. Это требование Писания, Давид говорит, изливай сердце свое перед ним, ибо он есть Господь, Бог наш. И Писание говорит в другом месте, исповедуйтесь друг перед другом, чтобы исцелиться. И тот, который сидит и слушает, это не тот, который такой важный, сейчас он решит проблему. Он тот, который смиренно ожидает, слушает, и таким образом он служит ему. Я говорю сегодня о таких простых вещах, но они очень важны. есть служение, Писание говорит носить бремена друг друга, плакать с плачущими, смеяться с радующимися. Апостол Павел говорит о себе, он говорит, с кем я не, Коринфян пишет, с кем я не переживал, с кем я не плакал, это тоже служение. Вы знаете, это немножко нечто другое, что современная сегодня, ну, западная церковь, полтора часа сидели, разошлись, и никто не знает друг друга, никто не знает проблем друг друга. Как это важно домашней группы, как мы там учимся сопереживать, молиться друг за друга, поддерживать друг друга. Я говорил об этом, что это сейчас будет один из главнейших приоритетов нашей церкви. Мы будем развивать домашние группы и жизнь домашней группы. Мы не знаем, как будет дальше жизнь. Сможем ли мы собираться вообще в дальнейшем, в будущем. Но церковь, она всегда оставалась церковью. Когда гнали ее, она была жива и действенная. Аллилуйя. Когда мы были в подполье, в домашней группах, и никто ее не сможет разрушить. Врата до ее не одолеют. Если мы позволим Богу сделать нас церковью смиренными и служащими друг другу. В этом и весь смысл. Мы тело. Давайте мы встанем. Мы тело. Апостол Павел описывает церковь как тело, где каждый член, каждая клеточка, все взаимозависимо и взаимосвязано. Насколько это важно, чтобы мы это понимали, что мы зависим друг от друга абсолютно. Можете себе представить, если бы наши мозги не были соединены с нашими руками и ногами. Мозги в одну сторону, одна нога в одну сторону, другая нога в другую, рука в другую, органы не работают и так далее. Но это то, на что похожа церковь. И причина всему только одна. Научиться быть смиренными и почитать одно другое. Глазу не нужно зрение, нужно всему телу. Ушам не нужен слух, это нужно всему телу. Мы зависимы друг другу, мы нужны друг другу. Скажите Аминь, если вы меня понимаете сегодня. Господь, мы поднимаем наши руки к Тебе в это утро. Спасибо Тебе за этот день. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам возможность еще в это утро прославить Тебя, быть вместе друг с другом. И мы сегодня, Господь, стоим вот такие, как есть. Мы подняли руки, мы говорим, что мы зависим от Тебя, мы смиряемся перед Тобой, мы сдаемся перед Тобой, Господь. Столько много есть у нас нашего Я, гордыни, Господь. Столько у нас есть даже в служении Тебе, Господь, когда мы искренне хотим Тебе служить, сколько наша плоть пытается проявить себя, чтобы мы были первыми на первом. Сколько у нас есть обидчивости, сколько у нас есть зависти, Господь. Анатель сказал, что Тебе не только жертвы нужны, Тебе нужно наше сердце. Господь, я молюсь о себе. Я молюсь о себе прежде всего. Я молюсь о моих братьях и сестрах. Я молюсь о Бетшаломе, Господь. Дай нам, Господь, откровение. Дай нам увидеть. Дай нам это зрение духовное, Господь, чтобы мы понимались, к чему нам двигаться, чтобы мы понимали, к чему нам стремиться, Господь. Быть смиренными, Господь, и служить Тебе, Господь, чтобы Ты нас приготовил к этим последним дням, Господь. Мы хотим быть использованными Тобою. Я благодарю Тебя, Господь, Ты сказал, Ты зальешь от Духа Своего на всякую плоть церковь свою. Она будет славная, полна Твоей славы, силы, Господь. Но это будет через каналы. Ты сказал, на кого Ты призришь. Ты сказал, что Ты призришь на смиренного и сокрушенного, Духом. Возвратиться, дай нам, Господь, к этому истинному древнему Евангелию, которая началась с той комнаты, где Ты омыл ноги Своим ученикам. Прости нас за нашу гордыню. Прости нас, Господь, за наше превосношение. Прости нас, Господь, за наше несмирение. Прости нас, Господь, за это. За наше желание возвеличиться, Господь. Пусть Ты будешь, Господь, возвеличен. Пусть Ты возвеличиваешься нас, а мы Пусть умоляемся, Господь, во имя Иисуса Христа благодарим Тебя, славим Тебя, и мы благодарим Тебя за Дух Твой Святой, Дух Святой. Ты есть наш, Господь, Ты есть помощник нас, Ты тот, который изменяешь нас, Ты тот, который трансформируешь нас. Мы даем Тебе сегодня право изменять нас, измени нас, Господь. Мы хотим быть на самом деле подобными Тебе во имя Иисуса Христа. Как Ты будешь это делать, мы не знаем, но уверены, что начавший во мне доброе дело, Ты завершишь его даже до дня Иисуса Христа. И все Божьи дети доскажут Аминь, Аллилуйя, отдадим Господу большую-большую славу. Аминь. Мы так благодарны за это слово, которое мы услышали этим утром. И многое из этого слова относится к церкви, относится к нашим взаимоотношениям друг к другу, как мы относимся друг к другу. Это так важно. И также в Божьем сердце это достигать людей, которые не знают Его. Он всегда ищет, и Он хочет использовать нас. И если здесь есть кто-то, кто смотрит нас по интернету, и у Вас нет этих взаимоотношений с Иисусом, и сегодня Вы понимаете, что это что-то, что не хватает Вам в Вашей жизни, у Вас этого нет. И Вы действительно хотите узнать Иисуса. Вы можете узнать Его. Вы можете войти в взаимоотношение с Ним сегодня. И как я говорил многим людям, это так легко спастись. Очень легко спастись. Господь не сделал это трудным для нас. Иисус совершил всю работу для нас. Нам не нужно это как-то зарабатывать. Нам не нужно делать хорошие дела и молиться большими молитвами об этом. Все, что нам нужно для этого сделать, это покаяться. И как часто пастор Юрий говорит, это что-то, что часто не говорится, о чем часто не говорится в церквях. Но это самое первое, что Иисус сказал, когда Он начал Своё служение. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Что это значит покаяться? Это значит, что мы отворачиваемся от нашей жизни в мире, в мирской жизни. И поворачиваемся к Богу и идём с Богом. Это значит, что полностью истина раскается во всех грехах перед Богом. Со всей искренностью. И Господь простит вас и простит все ваши грехи. Он омоет вас и очистит драгоценной кровью Иисуса. Это кровь, которую Он пролил на кресте Голговском. Второе, важно поверить. Поверьте, что Иисус умер за ваши грехи. Поверьте, что Иисус, Он воскрес из мертвых для вашего оправдания. И последний шаг это принять Его. Тем, которые приняли Его, Он дал власть называться и быть детьми Божьими. Власть и привилегию. Иисус сказал, вот я стою у двери и стучу. Если кто-то услышит голос и откроет дверь, то я войду. То есть это приглашение. Откройте ваше сердце Иисусу сегодня. Пригласите Его. Сделайте Его вашим Господом и Спасителем. И вы будете спасены. Это то, как просто. Это просто это. Поэтому, если есть кто-то здесь сегодня этим утром кто бы хотел сделать Господа Иисуса Спасителем в вашей жизни, то выйдите сюда и мы помолимся за вас. И если вы дома, и если вы дома, просто в своей собственной комнате упадите на колени и попросите Господа войти в ваше сердце и покайтесь перед Ним. И тот, кто, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Спасется. Это просто. Это легко спастись. И я хочу ободрить вас. Не давайте, чтобы еще прошел другой, еще один день. Потому что никто не гарантировал никому завтрашний день. Сегодня день спасения. Во имя Иисуса Христа мы молимся. И мы благословляем вас во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Пастор дал такую информацию сейчас что через несколько дней будет такое, как собрание всевозможных колдунов чтобы молиться против нашего президента. Мы не будем это терпеть. Мы пойдем против всего этого во имя Господа Иисуса Христа. И мы сокрушим все эти силы всей молитвы и мы просто сокрушим врага во имя Иисуса Христа. Господь, Отец, мы приходим при Тобой во имя Господа Иисуса Христа. Господь, Ты дал нам Твою власть против всех скорпионов и змей и против всей силы вражьей. И ничто не повредит нам. И мы стоим на этом обетовании сегодня. Мы идем против всяких колдунов, всех тех, кто поклоняется дьяволу, во имя Иисуса. Всех тех, которые идут против нашей страны, против нашего президента. Мы сокрушаем всякую силу вражью во имя Иисуса Христа сегодня. Мы просто аннулируем это во имя Иисуса Христа в молитве. Пусть эти молитвы просто будут бессильными и упадут во имя Иисуса. Пусть они никуда не смогут дойти во имя Иисуса. Во имя Иисуса, мы провозглашаем победу. Мы верим, О Господь, что Ты поднял нашего президента, чтобы он мог встать за нашу страну сегодня. И ничто не повредит ему. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за власть и силу, которую Ты нам дал. И мы используем эту силу, эту власть сегодня, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы молимся за этих людей, чтобы они пришли к познанию Тебя, Господь. Чтобы они покаялись и шли за Тобой. Господи, покажи им, что та дорога, на которой они стоят, это дорога к полной погибели. Мы поддержим нашего президента сегодня нашими молитвами, Господь. Мы благословляем его. Мы благословляем его семью. Мы благословляем вице-президента Матва Пренса и его семью и его администрацию. Мы верим, О Господь, что Ты поднял его для этого часа. Чтобы вернуть эту страну к основаниям, к основанию, на которой эта страна была основана. Мы благословляем нашего президента. Храни его. Храни его семью от всякого зла, вреда и опасности. Мы покрываем его кровью Иисуса и его семью, его администрацию. Мы благодарим Его, Господь, за нашего президента. Продолжай работать в его жизни. Мы просим о Твое помазание над ним. Леди и направляй его Духом Твоим Святым. Пусть он слышит Твой голос. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Мы благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь вас всех благословит. Имейте благословенный день. Знаете, что Бог с нами. Знаете, что Бог с нами. Что Он нас любит. И Его воля будет совершена. В наших жизнях. И в жизнях наших семей. Пусть Господь вас всех благословит. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.